Здравствуйте! Вас приветствует проект CliverMine.ru. Мы занимаемся развитием мозга. И сегодня один из таких ноотропов. Это гинка-белоба. Деревья гинка могут прожить не одно тысячелетие. Они давно культивируются в Китае. Их часто высаживают в различных религиозных местах. Например, монастыри и храмы. Также есть еще одно очень полезное свойство гинка. То, что деревья гинка стойко переносят как и стихию, так и человеческую деятельность. Человеческие загрязнения. Поэтому эти деревья часто высаживают вдоль оживленных магистралей, на улицах крупных городов. В основном, конечно, в азиатских странах. В 1945 году, в августе, когда Соединенные Штаты сбросили ядерные бомбы на Японию, был зафиксирован интересный момент, после которого многие фармацевтические компании серьезно обратили взор на гинка-белобу. Примерно в полутора километрах от эпицентра взрыва ядерной бомбы в Хиросиме практически все живое было уничтожено. Однако, шесть деревьев гинка выжило. Они были обуглены. Однако, через некоторое время вновь зацвели. И на сегодняшний день лекарства и добавки на основе гинка-белобы являются одними из самых распространенных в Европе. Но нас интересуют не сами деревья гинка, а именно листики гинка-белобы. Именно в них содержатся все полезные свойства гинка-белобы. Как работает гинка-белоба? Все полезные свойства гинка-белобы существуют благодаря двум веществам, которые находятся в ее листиках. Это флавоновые гликозиды и терпеноиды. Разберем, что это такое. Первое. Флавоновые гликозиды. Тут важно не упускать логическую цепочку. Гликозиды – это соединения, которые часто встречаются в растениях. Это некоторые витамины, антибиотики, коферменты. Флавоновые гликозиды – это гликозиды, которые обладают П-витаминной активностью. То есть гликозиды, которые чем-то схожи с витамином П. И теперь о витамине П. Витамин П – это антиоксидант, то есть он чистит свободные радикалы и защищает от онкологических заболеваний. И также витамин П укрепляет кровеносные сосуды, улучшает кровообращение. Второе. Терпиноиды. Они подразделяются на гинколиды и билоболиды, что свойственно этим составляющим. Нейропротекторное действие. Защита нейронов мозга. Сосудорасширяющий эффект. Повышение эластичности кровяносных сосудов. Еще интересная информация о билоболидах. Билоболиды являются отрицательными эластерическими модуляторами гамма-аминомасляной кислоты. Или говоря простыми словами, билоболиды тормозят работу главного тормозного нейромедиатора. Но это не путайте со стимуляцией. То есть при стимуляции идет действие на дофамин. А здесь у нас просто будет хуже работать нейромедиатор, который в принципе ответственен за спокойствие. Как видно из пунктов 1 и 2, основным принципом действия гинкобилобы являются действия на кровь и кровеносные сосуды. Улучшается кровообращение. Когда флавоновые гликозиды и терпиноиды работают вместе, то он наблюдается эффект синергии. Ее результат ингибирования моноаминооксидазы, МАО. Это довольно сложная тема, на которой будет отдельный выпуск. Если вкратце, то ингибиторы МАО это многие антидепрессанты. И как они работают? Вот есть один нейрон. Он вырабатывает нейромедиаторы. Направляет их в синаптическую щель. Оттуда эти нейромедиаторы поглощают второй нейрон. И какая-то часть этих нейромедиаторов возвращается обратно в первый. Так вот, ингибиторы МАО не позволяют вернуться нейромедиаторам обратно в первый нейрон. Это если просто говорить. Так вот, гинкобилоба является отчасти ингибитором МАО. Поэтому ингибиторы МАО нельзя принимать с серьезными стимуляторами или седативами. Поскольку действие этих стимуляторов или седативов будет немного усиливаться. Иначе можно получить состояние близкое, как при передозировке наркотиками. То есть бред, рвота, головокружение. Курс гинкобилобы. Сразу необходимо сказать, что у этой добавки очень много противопоказаний. Основные это проблемы с желудочно-кишечным трактом и проблемы с сердцем. Остальные же можете найти в сети. Что касаемо побочных эффектов. Тут они вполне стандартны. Головная боль, аллергия, сыпь, раздражение какое-то. Так что тут ничего нового не услышите. Однако есть еще одно интересное действие, которое не является побочкой как таковой. Это свертываемость в крови. Дело в том, что принимая гинкобилобу, будьте готовы, что ваша кровь станет более жидкой. В принципе, в этом ничего страшного нет. Однако, если ваш образ жизни связан с какими-то повреждениями, кровотечениями, то кровь будет идти дольше. Как обычно происходит. Вот порежьте вы себе руку. Сначала кровь идет быстро. Затем медленнее. Затем засыхает с такими красно-темными комочками. С гинкобилобой это будет происходить дольше. Курс приема длительный 3 месяца. Однако, по поводу курсов много противоречий. Где-то указано, что курс не более 8 недель. Где-то указано, что не менее 3 месяцев. Дозировка 120-160 мг в сутки. Разделить на 3-4 приема. Повторный курс можно проводить через 1,5-2 месяца. Эффекты гинкобилоба. Хорошее кровообращение. Создается впечатление, что вы только что прогулялись на улице. На свежем воздухе. Хорошая концентрация внимания. Активность, подвижность. Но не стимуляция. Пропадает анемия рук и ног. Которая иногда бывает с утра, если вы отлежите, например, руку. В спорте эта добавка может быть полезна для пампинга. Поскольку лучшее кровообращение, лучше вымывается молочная кислота. И мышцы более рабочие становятся на определенный период времени. Также создается эффект, что в теле становится больше крови. Но это такой, как уже было сказано, двойной эффект. Если вы получаете часто повреждения, то вам это будет вредить. Если вы такой мирный образ жизни ведете, то, в принципе, будет только помогать. И чем помочь гинкебилобе? Как уже было сказано, гинкебилоба отчасти является индибитором МАО. Поэтому никаких серьезных стимуляторов или седативов. Никаких веществ, которые существенно повышают уровень определенных нейромедиаторов. Поскольку гинкебилоба будет отчасти усиливать их действия. Но не впадайте в иллюзию, что так будет даже круче. Эффекты могут быть непредсказуемыми. Подведем итог. Гинкебилоба это растительная добавка, имеющая ноотропные свойства. Эффекты это легкость, работоспособность, хорошее кровоснабжение. Курс приема 3 месяца, 120-160 мг в сутки, разделить на 3-4 приема. Повторный курс через 1,5-2 месяца. Однако перед этим ознакомьтесь с противопоказаниями и побочками. Прием без сильных стимуляторов или седативов. То есть никаких веществ, которые повышают, серьезно повышают уровень нейромедиаторов. Любых. Обратите внимание на сухие листья гинкебилоба. Они, в принципе, продаются на рынке. Их можно заваривать с чаем. Кому-то будет так удобнее. Ну что ж, на сегодня все. Удачи вам, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok